Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас обзор на облучатель Солнышко УФК-01М. Это новый прибор, который пришел на смену Солнышко УФК-01. Был до этого Солнышко УФК-01. Это новая модификация, она называется УФК-01М. Основное отличие от предыдущих моделей это то, что производители заявляют, что увеличился ресурс работы лампы, который установлен внутри прибора. В принципе, это и есть основное отличие. Еще в комплекте идут новые очки. Сейчас я вам их продемонстрирую. Вот так выглядит коробка. Эти приборы имеют регистрационное удостоверение у нас здраво. То есть, это медицинский прибор, не какой-то там бытовой и так далее. Вот, сейчас откроем. Также хотелось бы отметить, что производитель данного прибора ООО Солнышко Нижний Новгород. В Нижнем Новгороде есть два завода, которые производят похожие облучатели. Это завод Солнышко и завод Попова. Вот, не нужно работать именно завод, прибор завода ООО Солнышко. Значит, что у нас идет в комплекте. В комплекте идет сам прибор. Затем идет дозиметр. Вот он вот так выглядит. Идет инструкция. Рекомендации по использованию. Вот такие виды очки для защиты глаз от ультрафиолета. В предыдущих версиях у облучателей ООО Солнышко были такие маленькие черные страшные очки. Здесь уже симпатичнее и глаза уже взрослому человеку можно закрывать. Далее у нас идут тубусы. Стандартная комплектация у нас идет три тубуса. Ухо, корон, нос. Итак, как работает сам прибор. По бокам прибора располагаются такие барашки. Вот такие барашки. Их можно вот так откручивать и выставлять, чтобы прибор был зафиксирован под каким-то определенным углом. Зажали. Здесь вот видите, нижняя планка таким образом выполнена, что иногда некоторые покупатели говорят, что вот у меня пришел сломный прибор. Это не по-моему, это просто его нужно. Вот здесь барашки откручиваем. Вот таким образом мы здесь раскрутили по бокам барашки, вставили его и закрутили. То есть это просто особенность конструкции прибора. В самом полном месте ставим. Вот все у нас установлено. Этим прибором можно проводить процедуры ухо-городно-носа. То есть проводить ухо-городно-носа. И в то же время этим прибором можно обеззараживать небольшие помещения. Обычно производитель говорит о том, что помещение до 10 квадратов можно обеззараживать. Получается, если вы проводите процедуры ФО, выставляете тубус вот таким образом. Вставили. Вот и пользуйтесь. Вставили. Пользуйтесь. Теперь, если вы хотите обеззаражить комнату, вот эта шторка, вот она отодвигается. Сейчас перемонстрирую. Вот она отодвинулась. Вот. И получается, площадь ультрафиолетового облучения, она увеличивается. И можно обеззараживать комнату. Вот таким образом. Включили. Из комнаты все вышли обязательно. То есть это открытый ультрафиолет. Нельзя, чтобы он светил глаза. Вот очень вредно. То есть, вот таким образом можно обеззараживать комнатой до 10 квадратов. Ну, если вы берете в основном прибор для того, чтобы обеззараживать комнату, лучше посмотреть бактерицидные облучатели. Мы их тоже реализуем. Вот. Ссылку оставим в описании к видео. То есть, этот прибор все-таки больше идет для вор-процедур. Хворон нос, кожа там, всякие гнойные раны обрабатывать. В меньшей степени обеззараживать комнату. Но если у вас небольшая комната и требуется провести обеззараживание, в принципе, это можно сделать. Вот. Это можно сделать. Так. Сейчас вот еще хотел бы рассказать, хотелось бы, что вот в этом приборе установлена лампа ДКГУ-7. Вот видите, она вот так выглядит. Патрон. Вот. В чем отличие этой лампы? Например, если сравнивать с прибором, тоже ФК называется, завод по поводу, да? В чем разница? Разница в том, что если у вас перегорит лампочка на этом приборе, вам не нужно будет ее паять. То есть, она меняется, то есть, легко. Некоторые пользователи говорят, что, например, что к этой лампочке нельзя прикасаться. На самом деле, прикасаться можно. Вот. И не обязательно надевать там хэбэшные перчатки. То есть, лампе ничего не будет. Вот. Эта лампа очень легко снимается. Вот, допустим, я сейчас поднимаю структуру. Вот. Вот вы взяли, вот такой вытянули. Вот. Щипчик его сняли. И все. И вот у вас, получается, поставили новую лампу. А взяли, купили новую лампу. Так же сами его вот так оставили. Установили. Вот. Здесь вот паз. Пазик. Вот здесь легко она сюда заходит. Так вот. Вставили. Все. То есть, в каких-то специальных навыках, чтобы заменить лампу, вам не требуется. То есть, вы просто взяли, купили, поставили. Пользуйтесь дальше. Кроме этого, у вас идет здесь год гарантии. Вот. Поэтому, про лампу вообще думать не надо. Если прибор выходит из строя, вы просто относите ее по гарантии, вам ее бесплатно ремонтируют. Вот. Но через год вам не нужно будет сталкиваться с тем, что перегорела лампа, и вам нужно искать человека, который умеет паять. Потом ее паять. Как он еще ее припаяет и так далее. Вот. Это значительная экономия. То есть, стоимость пайки там будет рублей 700-800. Еще лампа там будет 700-800. И того, половину стоимости прибора вы теряете на лампе. Вот этим этот прибор хорош. Таким образом, штука закрывается. Так, что еще хотел бы рассказать. Вот у нас идет, получается к нему инструкция. В инструкции идет общая рекомендация, как им пользоваться. Здесь рассказывается о том, как обезоровать поверхности. То есть, они вот описывают в этой книжке, то есть, как нужно проводить эти процедуры. Например, у вас ОРЗ. Здесь описывается, при ОРЗ мы делаем вот так вот так вот, на таком-то расстоянии и так далее. Теперь здесь ОРЗ или нет? Мы делаем вот так вот так вот так. На таком-то расстоянии держим столько-то. Острое воспаление в верхней челюстных пазух. Острый туботит. Хронический тензелит. Вульгарные угри. Хронический парадонтоз. Фауронкула. Рожественное воспаление. Ушибы мягкие ткани. Переломы конечностей. Чистые раны. И так далее. То есть, описывается, как примерно вам нужно проводить эту процедуру. Далее, здесь вот еще есть такая вещь. Она называется Биодозиметр. Здесь есть вот такая вещь. Биодозиметр. Тоже часто возникают вопросы, что это такое, как им пользоваться и так далее. Для чего нужно это? Вот так он выглядит, сейчас покажу. По сути это получается просто картонка, в которой есть отверстие. И вот видите, вот эта вот часть у нее подвижная. Вот так вот она двигается. В общем, для чего нужен биодозиметр. Биодозиметр используют для того, чтобы определить биодозу. То есть, ультрафиолет, он на каждый организм, как бы на каждую кожу, он действует определенным образом. И для того, чтобы точно определить, сколько тебе нужно проводить процедуру, нужно выяснить вот свою биодозу. То есть, если вы, допустим, именно на коже проводите какие-то процедуры. Например, вот у вас там прожественное воспаление. Или, например, прорежение. Нужно точно понять, какая биодоза ультрафиолета у вас. Вот, в общем, получается таким образом. Вот, сначала все отверстия открыты. Вот, он устанавливается на кожу. Вот, и сюда светит ультрафиолет. И с определенной, получается, задержкой времени, вот этот биодозиметр, вы его сдвигаете. Вот, это все подробно описано в инструкции. В общем, таким образом сдвигаете, сдвигаете, сдвигаете. Потом по цвету убираете. И получается, кожа окрасится определенным цветом. И можно будет определить вашу биодозу. Это для того, чтобы, еще раз, это для того, чтобы, когда проводятся процедуры на кожу, чтобы точно знать, сколько нужно проводить. Вот, если нужна такая точность, то вот этим прибором это определяется. В принципе, на этом у нас все. Вот, этот прибор мы продаем с 2013 года. Очень много этих приборов продали. Просто тысячи, тысячи. Вот, очень надежный прибор. И обычно по качеству никаких не бывает сильных вопросов. Вот. Они очень надежные. И служат там по пять, по шесть лет. Вот. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok